Эти кадры уже вчера набирали на просторах интернета сотни и даже тысячи просмотров. Пока одни по ту сторону монитора ужасались произошедшим, другие сражались со стихией своими силами. В воде оказались сотни автомобилей. Некоторые просто не завозились. Их хозяева пытались самостоятельно вытолкать на сушу. Потоп наблюдался на улицах Гоголя, Советской, Карла Маркса. На ликвидацию чрезвычайной ситуации были брошены все силы. Глубина подтопления местами составляла до 80 сантиметров. Для принятия оперативного реагирования на местах работало более 10 мобильных групп, сформированных из работников МЧС. Соответственно, в ликвидации последствий сильного ливня были задействованы 20 единиц техники, 74 человека личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также 6 единиц техники и более 70 человек коммунальной службы города Бреста и Брестка ВДП. Поток воды был настолько сильным, что ливневки и канализации просто не справлялись с объемами. Специалисты службы ЖКХ старались максимально использовать все резервы для помощи людям. Обошли все адреса, просмотрели. Там, где была возможность, устраняли на месте. Там, где нет, мы и сегодня продолжаем эти работы. По каждому факту составлены акты залива. Естественно, людям будет возмещен материальный ущерб, это однозначно. Но катастрофических последствий, к счастью, у нас не произошло нигде. Особенно ощутили масштаб ситуации жители домов на углу проспекта Машерова и бульвара Шевченко. Правда, были и те, кто подошел к ситуации с юмором. Когда интенсивность дождя уменьшилась, нашлись любители открытых бассейнов, которые даже устроили на центральном проспекте заплыв.